Всем привет! С вами Данила Миронов из Hard Enduro.ru и уже конец марта 2023 года. Это говорит о том, что эндурный сезон 2023 года уже прям на пороге. Мы взяли мотики также 2023 года и будем сейчас их наряжать. Но фокус в этом видео будет не о тюнинге, а именно для чего он нужен, поглубже разберем. Все, что не войдет в это большое видео, будет у меня на страничке в Instagram. Погнали! Многие спрашивают, сколько все это весит. Сейчас мы для этого взвесим стол вместе со всей этой требухой. Ну что, все компоненты вместе со столом весят 162 килограмма. Потом мы проведем ротацию между деталями, снятыми отсюда и установленными, и поймем, сколько все это весит. За кадром был сделан некий пресет. Мы уже поставили сюда подвеску. Это моя подвеска с моими пружинами, с моими настройками. Также мы сделали переднее колесо, тюбли мусс на кенде, смазали прогрессию и маятник. Это все, что было сделано за кадром, чтобы вам не смотреть, как я перебираю два колеса, как минимум. На столе мы видим компоненты, которые будут установлены на этот мотоцикл. Подбор такой, я считаю, оптимальный. Какие-то вещи переставляются с прошлого мотоцикла, какие-то новые, какие-то новые и для меня. И мы протестируем их в этом году. Пробегусь бегло. ЕМХ. Защиты, крышки, тюнячки из фрезерованного надежного алюминия. Производство России. Масла Максима. Давно с ними классный бренд. Будем с ними работать. Уфа. Ну, у меня и форма, и пластик зачастую уфа. Представлю Райтс Той МХ. Красавцы. Кайт. Новый бренд из Италии. Возит также Райтс Той МХ. Алюминиевые, фрезерованные, не ломающиеся рычаги. У них есть еще подножки, патрубки и много-много чего интересного. Здесь такой комплект самодельного тюнинга. Это патрубок. Я расскажу о нем чуть позже. Защита РВД. Из пружины ни разу не тестировал. Потестируем в этом году. Ну, и защита РВД текстильная. Наверное, мы ее не будем ставить. Тормозной диск, фара-маяк, расширительный бачок. Интересная штука, по-моему, нужная. Комплект вентилятора. Там полный установочный комплект. Рамка, вентилятор, реле, саморезы. Шкурка сидения Вайпер МХ. Классная штука. Резонатор тюнячий. Другой, не такой, как штатный. Позже расскажу. Счетчик моточасов. Лямка эндуроэлемент. Защита эндуроэлемент. Скрабберы тоже эндуроэлемент предоставил. Изолент специальный, который обматывает собот перед установкой тюблиса. Колпачок грязезащитный. Тюблис. Резина Кенда. FWF фильтр. Звезда тоже маяк. Цельно фрезерованный из хорошего алюминия. 51 зуб и звезда стальная, какая-то в магазине купленная, 12 зубов. Смазка, смазка, смазка сборочная, штатный комплектик. И наклейки. Мы второй год ездим с Madman FMX RU. Качественная графика. Вон на том мотоцикле, если видно, год на одних наклейках эта штука вся проехала. Подготовка мотика и сборка мотика под сезон всегда для меня начинается с разборки, промазки и установки дополнительных элементов. Я очень давно, уже две недели, никак не могу собрать этот мотоцикл, потому что мы хотим собрать его на видео для вас. Оригинальную защиту цепи, защиту вот эту, мы срезаем вот здесь, потому что здесь будет стоять защита цилиндра, а верхняя часть успокоителя нам нужна. Для чего мы сливали антифриз? Для того, чтобы снять радиатор и поставить вентилятор. Но более я еще меняю вот эти патрубки, точнее меняю на них хомуты, но, к сожалению, снять заводской хомут, не испортив патрубок, у меня пока не получилось. И устанавливаю туда защиту. Для чего я снимаю заводские хомуты, расскажу чуть позже. Что это за шланги, которые зачастую вы не встречаете на мотоцикле, купленном в магазине, потому что продавец, как правило, убирает уже экологию. Это шланги, экология, рециркуляция бака, сбор топлива. В раме стоит абсорбер, который собирает топливо. Мы в раму будем ставить заводской из Power Parts расширительный бачок. Но для того, чтобы снять вот эту штуку изнутри или установить туда что-то, надо открутить мотор и поднять его. Этим, собственно, мы сейчас и занимаемся. Удалением экологии, поднятием мотора для установки расширительного бачка. Еще одно. Дилеры зачастую снимают вот эту скобу, на которой держится сам клапан. Я вам рекомендую ее не снимать. А для чего мы ее будем использовать, покажу чуть позже. Остаются разъемы. Раз разъем от экологии, два разъема от экологии. Для них есть заглушки. В оригинальном комплекте поставляются вместе с мотоциклом. Мы их сейчас отсюда отвяжем и спрячем там, где они должны находиться. Также, когда мотоцикл поставляется, диагностический разъем, спрятан в аэрбокс и провода подключения аккумулятора. Соответственно, нам надо здесь чуть-чуть разобрать, снять мозги, все это вытащить и аккуратно, правильно уложить. Также важно не потерять винтики. Они стяжечкой здесь к кабелям примотаны. Это гайки и винты от аккумулятора. Но винты рекомендую использовать оригинальные, предоставленные с мотоциклом. Они также лежат в штатном комплекте. А отсюда использовать только гайки. Вот заглушки, которые идут в комплекте. Не игнорируйте. Понятно, что можно замотать изольдой. Но вот они для этого служат. Они глушат правильно разъемы, герметично, безопасно для вашего проводки и мотоцикла. Вот этот разъем некоторые оставляют болтаться здесь, где-то на моторе. Но вполне хватает проводки, чтобы его аккуратно уложить в специальное, отведенное для этого место под мозгами. Видите, вытащить абсорбер не получается. Он задевает об выпускное отверстие. Надо приподнять еще сильнее мотор. Не бойтесь, в целом ничего сломать не должны, если вы все аккуратно отключили. Это абсорбер. Можете выкинуть. В замену абсорбера мы ставим с виду совершенно так же выглядящую коробочку, но имеющую другой номер. Дима сейчас снимет крупнячок и потом в видео его вложит. Это от 6 Days, что ли, от какой-то из версий, которая имеет расширительный бачок. Для чего базово нужен расширительный бачок? Если у вас поднимается температура в системе охлаждения, теплоносителю надо куда-то выйти, чтобы сбросить давление. Обычно он выбрасывает это просто в раму, в подноги. И когда начинает снова остывать, ему нечего забрать. Если вы ставите расширительный бачок, у вас выброшенное обратно забирается в радиатор. И как только вы начинаете охлаждаться более эффективно, вы не ловите воздушную пробку. В общем, как он устанавливается, вы увидели. Для чего он нужен, я тоже проговорил достаточно подробно. Рекомендую всем к установке, неважно на каком теплоносителе, так сказать, вы ездите. Это важно, это удобно и экологично, между прочим. Это единственные работы, для которых нужно было открутить и почти полностью снять мотор. При снятии мотора, при подъеме, обращайте внимание, чтобы свеча у вас не уперлась и не кольнулась. Но свечу, напомню, мы тоже будем менять на это экологичная свеча, а будем ставить боевую. И еще, кстати, кое-что экстремальное я буду в этот раз делать со своим мотиком, расскажу позже. Накидывая экологию, не забудьте посмотреть, что еще идет в комплекте. Кроме заглушек разъемов, есть вот такая заглушка. Так как с дроссельного блока мы сняли шланг, его обязательно надо заглушить. Чуть позже мы будем снимать кнопку старт-стоп и лишнюю проводку. Но пока все разобрано, вот этот провод, который идет от старт-стоп, не обязательно откусывать. Если у вас снят бак, а он должен быть снят при первой сборке, вот здесь этот винтик откручиваем. И не забываем обратно прикрутить массу, которая тоже была под ним. Это масло катушки и вообще почти всей проводки мотоцикла. Также, пока мы находимся в этой части мотоцикла, обратите внимание на замочную скважину блокировки руля. Это отверстие сквозное в рулевую колонку, и через него попадает грязь, вода и песок. Очень рекомендую обязательно это делать. Герметиком замазываем, ну если вы, конечно, ее не используете. Если кто-то потом захочет использовать, ну в целом герметик можно очистить. В многих моих технических видео я говорил о герметике Victor Reigns. Им пользоваться прям очень удобно, и он держится на всем, и очень-очень надежно. Даже если вы не защищаете как-то особенно вот эти патрубки, очень вам рекомендую. Сновья или бушный мотоцикл, если эти хомуты стоят оригинал, вот эти, они несъемные. Снять их и заменить патрубки, потому что у меня не получилось снять, не разрезая патрубок. Меняем эти хомуты на винтовые, для того, чтобы в пылевых условиях можно было их заменить. Более аккуратно спиливать ножовкой я пробовал. Все равно повреждаешь чуть-чуть патрубок, и уже страшно его восстанавливать. Если найдете способы, как их снять, не испортив, пишите. Я с удовольствием это буду использовать, и, может быть, даже в следующем видео об этом проговорю. Купил самые дорогие патрубки, которые есть в наличии по метражу. Надеюсь, они менее подведут. Можно использовать силиконовые по метражу, но, как показала практика, они несколько более мягкие. Но хотя более прочные, держат на давление, на разрыв. Но от механических повреждений они работают хуже. Если у вас рядом есть авторазборка японских тачек, купите бушные прямые патрубки от японской тачки и установите. Они очень крепкие, очень долго служат, ну и просто крутые. Далее мы устанавливаем хомуты. И подумайте, как их установить, чтобы потом на мотоцикле вам было их откручивать удобно. Чтобы не получилось, что они повернуты куда-то, куда не может подлезть ни отвертка, ни головка. Я их разворачиваю вверх. Там в целом есть немного, но есть место. Так, мне кажется, оптимально. В целом, если у вас небольшие руки, вы можете даже подлезть и их открутить, не снимая бак. Ну, снимая бак точно, а бак это всего лишь 5 винтиков. Снят бак, вы быстро в полевых условиях можете заменить патрубок. Я вожу с собой запасные патрубки вот такой длины, заранее отмеренные, отрезанные. С собой они у меня всегда есть, но если говорить о харде и длинных гонках. А в гиденджике у тебя с патрубком было проблем? Да, с патрубком, но покажу на радиаторе. Кроме пробивания патрубка левого короткого, обычно еще загибается сама трубка радиатора. И оттуда начинает течь. Собственно, такая проблема у меня и была. Она решается ли установкой штатной защиты туда, такая пластиковая втулка. Но мне что-то она не внушает доверия, выглядит не очень... Нет, нормально она выглядит. Но каждый раз я ее не покупаю и пытаюсь экспериментировать. В этот раз будем устанавливать вот такую защиту РВД. Она используется для защиты рукавов высокого давления на тракторах, экскаваторах и всем остальном. И служит для того, чтобы патрубок не согнуло. Мы попробуем установить его таким образом, чтобы он перешел за хомут на пайп. На длинный патрубок мы еще наденем текстильную защиту РВД. Именно в рукавах высокого давления она используется немножко для другого. Она используется для того, чтобы поток масла под большим давлением не порезал оператора, а как бы потерялся в этой штуке. Не знаю, как это все будет работать. Посмотрим вместе с вами. Теперь мы внедряем эту конструкцию в сборе обратно в мотоцикл. Вот так это будет выглядеть. С радиатором это будет выглядеть несколько лучше. Пока мне моя конструкция вот эта вот мешает, мы сейчас, когда все зарядим, мы ее попробуем настроить. Начинаем устанавливать радиаторы и параллельно с этим устанавливаем защиту цельнофрезерованной от MX-Touch. Почему это в упаковке? Обращу ваше внимание на этот QR-код. Если вы его отсканируете, там будет подробнейшая инструкция, как ухаживать за анодированным алюминием, чтобы это не выглядело убого. В чем особенность цельнофрезерованной защиты? В том, что она очень прочная, защищает почти весь радиатор. И использует оригинальные защелки радиатора, вот профрезерованные специальные пазы, куда он очень плотно вставляется прямо на то место, на которое должен быть. Это очень круто, потому что некоторые цельнофрезерованные защиты, если с радиатором что-то происходит, он начинает тереться об защиту. А здесь это не может быть. С эстетической составляющей этого решения я бы поспорил. Ну, должно работать надежно. Ну, анбоксинг оригинального комплекта. Что мы здесь видим? Саморезы всех видов, которые нужны. Рамка. Вентилятор. Спал, собственно, делает для всего на свете вентиляторы. Можно купить отдельно. И релешка оригинальная. Подобную релешку вы можете купить, если вы брали не комплектом, а джигулей. Там, восьмерка. Ну, восьмерки, наверное, сейчас нету, да, уже. Это какая-нибудь там, приора или еще что-то. С таким расположением пинов релешка есть в обычных автозапчастях. Вот по этой ссылке можно сказать, чать подробную инструкцию об установке. Ну, а если вам не хочется переходить по ссылке, досмотрите это видео, и вы все подробно увидите. При установке рамки на сам радиатор важно не перепутать саморезы. Они разные по специфике, по своей резьбе. Одни длиннее, другие с другой резьбой. Если вы их перепутаете, вы можете случайно потом при падении помять или порвать одну из сот радиатора. Устанавливаем радиатор. Прикручиваем вентилятор. Позаботьтесь о том, чтобы разъем уходил вверх. Вам будет удобнее потом проложить, проводить проводку. Сюда ставится оригинальное реле, или не оригинальное, но реле вентилятора. Выглядит снаружи вроде непонятно, что это просто заглушка, но это заглушка. Ее сняли, поставили, ну и вы видели всю установку. Еще мы вам покажем, куда этот провод. И все, готово. Здесь в проводке вот спрятан ответный разъем. Вот он. Просто надо все это дело соединить. Только не вот здесь, а вот здесь мы просовываем. От вентилятора. Снимаем вот это. И соединяем. Все, эта конструкция будет работать. Работать от термодатчика оригинального. Убираем куда-нибудь разъем, чтобы он не мешался. И соединяем все обратно. Я говорил, что мы будем еще использовать патрубки от экологии. Мы их будем ставить на расширительный, подключать расширительный бачок к радиатору. И устанавливаем, посмотрите, нижний пайп от расширительного бачка к, собственно, радиатору. Следующий штуцер подключаем на оригинальный сброс, который находится на раме. Вот туда выводим, на ту сторону. Пойдем, Дим, пойдем. И подключаем в оригинальный сброс. Для чего лучше подключать именно сюда, а не просто скидывать вниз? Когда вы все-таки кипите, и у вас поперло все это дело, у вас попадает горячий антифриз на радиатор, и идет пар. И капает ниже, попадает на глушитель, и идет пар. Вы понимаете, что вы сильно кипите. Мы будем устанавливать защиту цилиндросцепления от EMX. Цельнофрезерованная деталь, которая в случае слетания цепи, обрывания цепи, набирания цепи на переднюю звезду, позволяет сохранить цилиндросцепление. Потому что вот здесь проминается отверстие, и шток перестает ходить. Даже если не пробило, у вас может заклинить в выжатом положении сцепления. Или не будет выжиматься. Если у вас вот так вылез цилиндр, ничего страшного, но вам надо его не затягивать болтами, а руками задавить вот так, и потом прикручивать. Иначе вы можете повредить манжет, который стоит внутри. Весь крепеж у EMX идет в комплекте со своими деталями, и как бы все подходит сразу. Просто открутил, прикрутил. Ну и еще у меня есть такая защита от EMX. Это защита датчика положения дроссельной заслонки. Честно, ни разу я лично не ломал. Видел, ломают, бывает редко. Но в целом деталь не дешевая. Ну и если вы ее сломали, то все, вы остались в лесу, в горах. Так что рекомендую к установке. То, что вы полностью снимаете датчик, в целом не должно вас беспокоить, потому что датчик на этих годах, на свежих модах, да и на старых, не имеет регулировки. То есть если вы его сняли и поставили обратно, регулировка не собьется. Пока мы находимся с этой стороны, устанавливаем, наживляем переднюю звезду. Переднюю звезду. Потом ее будет ставить неудобно, но не затягиваем. Потому что затягивать без колеса тоже неудобно. В этом году мы выбираем звезды 12-51. Я это подсмотрел у Олега, нашего сынокомандника. Джарвис на него уже посмотрел, тоже так стал ездить. В чем суть? 13-52, как ездили раньше мы, это соотношение 4. Звезды 12-51, соотношение 4-25. Получается чуть-чуть ниже. Соответственно, вторая у нас становится ближе. Она пересекается первая, вторая. Третья начинает со второй. Что именно в условиях харда позволяет ехать намного комфортнее, вовремя закрыться и имеет возможность открыться. Звезду мы протянем потом вместе с колесом и обязательно маркером пометим, как было закручено. За этим надо следить хотя бы первое время, потому что в случае откручивания этой звезды можно получить жуткие повреждения себя и мотоцикла. Ну а если это будет в мотокроссе в прыжке, вообще можно очень жестко переломаться. Также от EMX мы установим защиту ловушки, которая позволяет не отшибать ушки. Смешно. В общем, камень, который едет к вам в ловушку, ударяется в защиту и отходит в сторону. Также крепеж идет в комплекте, но напоминаю, не забываем такие узлы ставить на фиксатор резьбы. В простонародье Lactite по названию бренда одного из топов в этом деле. Как я говорил, мы на заднее колесо ставим другой тормозной диск, другую звезду, естественно, тюблис, резанный мусс и покрышку Кенда. Вот такой будет комплект. А, еще вот эти штуки мы поставим. Ни разу не пользовал, отношусь скептически, но вот и посмотрим. Они служат для того, чтобы у вас грязь не попадала туда, где это все перетирается. Это все смазывается, набивается смазкой и закрывается. И, соответственно, при следующем шиномонтаже мы поймем, эта тема работает или набирает под себя грязь и перетирает еще хуже. Подробнее про звезды. Как я говорил, 51. Выбрана нами маяк LAP. Цельно фрезерованная звезда из правильного алюминия. Мне говорили марку, я уже забыл. Не важно. Важно то, что она именно фрезерованная. И это говорит о том, что вот эта часть, по которой катается ролик цепи, с хорошей частотой обработки. И это не изнашивает вашу цепь. Если вы решили купить звезды, резанные лазером, то они даже будут очень прочные, классные, но они очень быстро износят, сточат в пыль вашу цепь. Выбирайте правильные звезды. Также на этих, из-за того, что они фрезерованы, сделан грязеотвод. Когда ролик прижимается к этому месту, грязь выходит через вот эту вот выфрезерованную канавку. И еще один лайфхак. Звезду затягивать и откручивать всегда надо за гайку. То есть подкрутить вы можете за болт. Да, вот сейчас я все посрываю, потом начну крутить. За болт. Закручивать за болт. Но если вам надо затянуть, надо затягивать за гайку. Во-первых, это правильно. Во-вторых, у вас потайной болт садится вот в эту зенковку. И площадь, пятно контакта очень большое, трение большое. И за болт вы не можете правильное усилие передать. Даже если вы будете крутить динамометрическим ключом, вы ошибетесь. Обратите внимание, я не мажу сейчас болты локтайтом, потому что я буду мазать гайки. Когда вы жирно мажете болты, тем более в таких местах очень точной посадки, локтайт забивает всю посадку, собственно. И потом вам сложно вытащить болт или вставить новый. В оригинале болты смазаны заранее и высушены. И когда вы собираете, у вас уже все как бы как надо. Лишний клей не лезет. В случае, если вы смазываете болт и вставляете, все вместе с седлом, самой осью будет в клею, и он вам будет мешать. Буксатор откручиваем полностью, он нам больше не пригодится. Я уже говорил, что здесь будет стоять тюблемус. При установке тюблиса расскажу подробнее, почему я считаю его оптимальной конструкцией не только для хард-эндуро, но, к примеру, для туризма. У меня была история в Чечне. Подходит ко мне чеченец, такой здоровый бородатый. И говорит, о, класс, слушай, это ты. Я не мог перевобуть колесо полдня, посмотрел твое видео и за пять минут разобрал. Приятно слышать такие вотзывы. Флиппер оригинальный мы снимаем. Потому что мы сюда будем клеить, как я говорил, специальную ленту для тюблиса, которая позволяет уплотнить вот это место, чтобы спицы, не пиля спиц, не протирали тюблис, ну и чтобы вся эта конструкция была более герметичной. Разобрали колесо, обезжирили и просверлили отверстие. Но мы это сделаем в другой последовательности. Сначала просверлим, потом обезжирим. Сверлим отверстие из-под буксатора, ну или любое, они одинаковые, сверлом 10-11 мм, для того, чтобы установить тюблис. У тюблиса буксатор большего диаметра, потому что внутри проходит канал ниппеля воздушной камеры. Отверстие проделано. Теперь обезжириваем обод, чтобы хорошо все прилипло. Я обезжириваю чистым спиртом, благо у меня его много осталось после ковида. В инструкции к тюблису и в инструкции отдельно к ленте нарисовано, как нужно клеить. Клеим сначала серединку, потом один бок, второй бок, не выходя за монтажную канаву. Вот эта штука, кстати, если не ошибаюсь, так и называется. Монтажная канавка, что в автомобильных шинах, что в мотошинах. Сначала средняя канавка, прямо посерединке укладываем. Но спицы, видите, все равно чуть-чуть торчат. Поэтому будет несколько проходов, середина и два блока. Сейчас я вам все покажу. Кто-то говорит, что можно использовать обычный армированный скотч в случае замены, и у вас нет ленты. Но на самом деле из Nikomoto, с другого конца России, эта лента приезжает очень быстро. А Nikomoto возит тюблисы уже давно, у них все есть в наличии. И они знают все тонкости, и можно задать вопросы. Проармированный скотч, он очень быстро и отдает тюблису, во-первых, свои клейкие вот эти ниточки. Всю вот эту грязь я бы вам не рекомендовал. Лента стоит очень недорого и очень быстро приходит. Если вы планируете там ставить на свой, переставлять свой тюблис, а я свой тюблис уже это третий мотоцикл. Там, я не знаю, 300-400 часов на этом тюблисе. С ним нет проблем, его можно всегда переставить. И для тех, кто говорит, что тюблис это дорого, ну это не так, потому что столько времени он служит. И когда у тебя тюблимусы, там этот обрезок мусы тоже служит там по 2-3 года. Вот, обратите внимание, была первая средняя, и сейчас иду сбоку. Потом пойду с этого боку. После того, как вы наклеили, прогреваем все феном и прижимаем плотнее, чтобы все это надежно держалось. Теперь мы находим отверстия. Отверстия под ниппель, под вентиль, и отверстия под буксатор. И прорезаем их аккуратно. Если у вас есть шарик подходящего размера, вы можете пробить их шариком. У меня нет. Тюблис готов к установке. Важно, чтобы вы соблюли расстояние между вентилями. У меня тюблис страшненький. Напомню, он пережил уже три мотоцикла. Больше 300 часов. С ним никаких проблем нету. Работает исправно. Вот эту всю посадку обязательно смажьте смазкой для муссов. Вы можете использовать, если у вас есть, прямо от мусса. Если нет, то вот такая смазка российского производства. Продается в автозапчастях, стоит недорого. Ей также можете смазывать. Все это эффективно работает. Я езжу на тюблис муссе. Это тюблис, а внутри обрезанный мусс. В данный момент я установлю свой бушный мусс. Вот такой вот страшненький. А чуть позже на специальном станочке обрежу этот мусс в нужную ширину. Нужно нам порядка 2-3 сантиметров всего от мусса. Вот эта средняя часть. Это под хардовые гонки. Я буду ехать тюблимус. Но в этом сезоне обязательно попробую и просто покататься на этом муссе. Это новый для меня продукт. Тот же бренд, что делает тюблис. Называется, что там, нитро мусс. Предоставляет нам также никомото. В целом будем тестировать. Ну а вот этот я буду резать чуть позже. А сейчас установлю вот такой мусс. Тут уже их несколько. Они страшненькие, но полностью выполняют свою функцию. Вот этот мусс, я не знаю, сколько пережил мотоциклов и смен покрышек, получается недорого. То есть вы купили тюблис, у кого-то взяли бушный мусс, почикали его и используете. Использовать я буду на ближайшие тренировки в горах. Напоминаю, через день буквально мы уезжаем в Геленджик на тренировки. Не знаю, когда выйдет видео, но тем не менее. Это Кендек Нарли. Фим-рисуночек на мягком компаунде. Очень хорошо работает. Такое же колесо у меня стоит спереди. Такой же комплект стоит у Ильи. Есть еще гаутлет из эндурной такой фимовской резины. Немножко для разных покрытий. Это бы я более, наверное, сухое колесо, то более грязное колесо. Также вот именно это колесо имеет два направления. Более гребущая софт и интертейм, интертем-тем-тем, что-то там в обратную сторону. Я всегда ставлю на гребущую, потому что на жестком я и так быстро ездить не умею, а грести всегда полезно. Обрезки мусса не обязательно смазывать. Мы их просто засовываем сюда. Естественно, лучше, чтобы он был цельный. Иначе вы едете так вот по кочкам. Но ничего страшного. На тренировочные выезды этого хватит. Напоминаю, что обязательно надо смазывать и посадку, и сам тюблис. Потому что по нему будет бегать мусс. И чтобы он не протирался, не изнашивал ни тюблис, ни сам себя не пережевывал. Почему я считаю тюблис оптимальным решением? Давайте к этому откатимся. Для Hard Enduro. Позволяет выкрутить золотник из вентиля. Вообще, чтобы ехать в ноль на давлении 0,0. Прямо на этом муссе лежать. Позволяет вам в случае, если это длинная сложная гонка, есть хардовые участки и длинные прогоны, с собой взять маленький насос. Быстро накачать, получить давление. Быстро мчать уже на накачанном колесе. Для туризма позволяет также вам ехать большой пробег на большом давлении, спуститься в ноль, не боясь ни проворота, ни спускания. Всегда можно отремонтироваться жгутиком. То есть это очень удобно. Средняя полоса. Вы можете регулировать давление. Эта штука не изнашивается, переходит с мотоцикла на мотоцикл. Удобно. И в разрезе этих лет количество часов и мотоциклов это дешево. Не обязательно тюблемус делать, можно просто тюблис ставить и забывать про историю. То, что он спускает, нет. Если вы все это смазываете, он не спускает. Все будет отлично. Поверьте мне. Также установочное место покрышки мы обязательно смазываем. Ну, это, во-первых, удобнее собирать. Во-вторых, гарантирует, что вот там все, это плотно сядет. Причем внутреннюю часть этой штуки вот так вот тоже смазывают. В каждом комплекте тюблиса лежит вот такая штука. Для чего она нужна? Она нужна для упрощенной сборки. В видеоинструкциях у меня, в видосах это все есть. Мы ее ставим вот так на обод. Эта железка позволяет не выпасть ободу, когда ты начинаешь засовывать колесо. Это удобно. Все вытащил. Наверное, можно и без тюблиса использовать. Не только для тюблиса. Тюблис всегда собирается с двух сторон. Это проще. То есть у нас сейчас с двух сторон не одет корт. Дальше мы спокойно надеваем корт с обоих сторон. Многие боятся того, что для сборки требуется большое давление. Почти 7-8 атмосфер для накачки самого тюблиса. Но на самом деле обычный велосипедный ножной стоячий или как он там насос с этими функциями справляется. Далее порядок сборки колеса. Накачиваем тюблис, чтобы села покрышка. Спускаем до одной атмосферы. Потом затягиваем буксатор. И потом снова докачиваем камеру тюблиса. Вот видите, я сейчас не закачиваю воздух в саму покрышку. Я закачиваю только в тюблис. И тюблис уже за счет того, что мы все смазали, четко встает на место. Ну и видите, обычным насосом я спокойно дал уже 4,5 атмосферы. Все встало на место. Теперь надо спустить. Для чего мы спускаем? Камера тюблиса достаточно мощная. И вы просто не сможете затянуть буксатор. Или пережуете камеру тюблиса, если в накачанном положении будете затягивать. Затягивать как колесо или как там, я не знаю, какой-то суперответственный болт, это не надо. Просто закрутили до остановки и все, этого достаточно. Потому что тюблис работает по всему колесу как буксатор. И вот этот буксатор, ну, не настолько важная составляющая получается тюблиса. И уже качаем окончательно сюда. Я качаю 7 атмосфер. В транспортное положение, в саму камеру воздушную покрышки, уже я накачаю где-то 1,5-2. А потом буду спускать по мере необходимости. И не нужно каких-то особых спецсредств. Можно обычным велосипедным насосом все это накачать. Далее устанавливаем защиту заднего тормозного диска и собираем колесо. Удобно это сделать, сняв колодки, разобрав суппорт частично. Сейчас я вам все покажу. Снимаем. Рекомендую поставить обратно, чтобы открутить вот эту штуку и не тащить всю эту конструкцию в тиски. Берем новую скобу от E-MX. Цельно фрезерованная вместе со скобой защита. Прочная, надежная, высокотехнологичная. Направляющую не забываем, как и почти все, что мы здесь откручивали, закручивали. Тем более на тормозах, колесах и всем остальном. Обработать фиксатором резьбы. Бренд, который вы будете использовать, наверное, непринципиально. Я работаю совершенно с разными, которые есть. Обратите внимание, в щелкиваемой магистраль важно защелкнуть полностью. Потому что если вот здесь будет касание, она протрется. Факт. Я уже протирал себе когда-то. Я говорил про это новшество. Оно закрывает как бы пыльник и сальник колеса. Вот такой штукой. Не знаю, насколько эффективно, будем проверять. Но рекомендую, если вы себе такое ставите, конечно, все смазать. Чтобы вот эта смазка, которая будет под ним, вытесняла лишнюю воду. Но появляется минус, что она и будет на себя набирать грязь. Поэтому смазка должна быть хорошая, максимально которая вытесняет. Но лучше все-таки смазанная грязь, чем сухая. Обслуживать надо? Ну, каждый шиномонтаж, собственно, вы снимаете, чистите это все, этот узел. Смазывайте заново. Так дольше у вас проживут подшипники. Понимаете, да? Там все смазано, и получается еще один такой пыльничек. Провисание мы меряем цепи. Вот здесь вот на новом мотоцикле там еще чисто. Там есть табличка, сколько должно быть, 55-58 сантиметров. Как правило, делают вот так, от самой высокой части маятника. Этого должно быть достаточно. Я ставлю колесо, когда это, по крайней мере, удобно по штангенциркулю. Это очень удобно просто, чем считать вот эти щелочки. Понятно, что в полевых условиях вы считаете, а так можно просто померить. Напоминаю, для тех, кто невнимательно смотрит мои видео, обратите внимание, при заливании антифриза, тем более, если у вас все разобрано, выкрутите датчик температуры из головки. Там может образоваться воздушная пробка, которая впоследствии приведет вас к тому, что будет воздушный пузырь, и мозг неправильно будет рассчитывать смесь. Заливаем в радиаторы, пока не потечет оттуда, закручиваем датчик, доливаем далее. В общем, штука классная. Я, на самом деле, не хапнул. 142 градуса температура кипения. Не хапнул ни разу полного закипания с этим антифризом. Снимаем крутую иридиевую свечу. Она ничем не хуже обычной, стандартной, которая предлагается на экстрим-прошивке. В чем же разница? Ириди будет на экстрим-прошивке закидывать постоянным маслом, потому что подача масла больше. Мы установили свечу, и следующее, что мы сделаем перед установкой топливного бака, мы проведем провод и закрепим его на бронепроводе. Провод от моточасов. Мы снимаем щитки приборов оригинальные, на них много лишней информации, большинству нафиг не нужно. Они стоят дорого, разбиваются. Ставим самый обычный счетчик моточасов. Можем контролировать часы, чтобы вовремя обслуживать мотоцикл. Провод я провел и установил. Ставим, и будем устанавливать уже бак. Следующее, что мы установим, это алюминиевый штуцер бака. В оригинале он идет пластиковый, и это несколько опасно. Тоже повреждение достаточно редкое, но когда оно случается, что вам делать в горах, совершенно непонятно. Соответственно, вот такая амфитимфлюха может вам стоить хорошей гонки или отпуска, или большой какой-то поездки. На вот этом разъеме хомут одноразовый. И в целом можно постараться и установить его обратно. Но я считаю, лучше ставить обычный винтовой, чтобы также в случае ремонта что-то можно было сделать. Но обратите внимание, что этот винтовой хомут должен быть не садовый, а специально для топливных магистралей. Он совсем по-другому, в отличие от червячного хомута, обжимает шланг, что позволяет реально быть очень герметичным и безопасным. Может быть, конечно, не так это эстетично, но зато, как говорится, надежно и практично. Внедряя бак на свое место, обратите внимание, что у вас теперь появились новые провода, шланги, и вы могли их уложить немножко неправильно и прищемить баком. Так что за этим надо следить. И также всегда следить за тросами газа, чтобы они плотненько как надо встали. Тут я воткнул разъем, бак в целом на своем месте, троса шевелятся, провода шевелятся, иначе все будет хорошо. Единственное, у нас не встали до конца боковушки, но мы их поправим чуть позже. Боковушки не встают, потому что защиты мощные, и надо чуть-чуть это дело туда поднапрячь. Моточасы. Под них можно сделать какой-то хитрый кронштейн или еще что-то подобное. Я клею на хороший двухсторонний скотч. Как я уже говорил, снимаем кнопку стоп-старт. Она нафиг не нужна, ее можно случайно выключить, и вообще непонятно для чего она. Ну, наверное, для какой-то городской эксплуатации мотоцикла. Я переставляю рычаг, машинку сцепления за заводилку. Во-первых, заводилка должна быть в случае старта Лиман быть в доступе. Во-вторых, рычаг, получается, меньше прищемляет палец. Меняем оригинальные, дорогие, особо дорогие рычаги на тюнинг от компании Кайт. Не ломайки, удобные, регулируемые, и стоят, кстати, дешевле, рекомендую. Но рычаги Кайт мы будем ставить не просто так, а вот с такими оригинальными адаптерами под лопухи. Лопухи подходят и оригинал, но я использую в этом сезоне Уфо. Устанавливаются эти лопухи, как и орига, вот так, на крепление машинки. Собственно, крепление машинки в этот раз оригинальное. Также Уфо поставляет такое крепление. На самом деле оно мне нравится больше, чем орига. Оно более эластичное, и его просто не было в наличии. В комплекте с креплениями есть все необходимое. Стяжки, саморезы и специальные винты. Обычным винтом вы не поставите, там будет зажимать. И от Брэмбо не подойдет, и, в общем, так себе будет история. Конечно, перед установкой рычага, ну, смажьте ось. И в оригинале, и вообще при каждом сервисе смазывайте. Потому что в оригинале это не смазано. При сервисе вы моете, вам надо, чтобы все было смазано ось, и у вас будет меньше уставать и забиваться руки. Откручиваю машинку сцепления, откручиваю пульт, пульт я переверну. Машинку сцепления отодвину и поставлю на фум-ленту. Ну, вы знаете ли, чего это делается. Фум-лента позволяет прокручиваться машинке и быть одновременно достаточно затянутой. Что мы делаем следующее? Ну, пока мы с этой стороны находимся, снимаем грипсу, сверлим и ставим заглушку. Ее еще называют грузик в торец руля. Чтобы, если вы упали, вы не раскололи грипсу, она вас защитила. Есть покупные, у меня есть станки, поэтому я произвел сам. Ну, по аналогии там с различными импортными. Вот так это выглядит по итогу. Если вы падаете, у вас бьется вот эта алюминиевая заглушка грузика. Есть грузики покупные с подшипником в ручке. В мотокроссе, да, может быть, в эндуро не советую. Вы пойдете, погнете ось этого подшипника, у вас будет клинить газ. Снимаем ручку газа, так как нам надо будет с ней поработать тоже. Но еще заодно мы сделаем кое-какую-то чунячку, о которой я говорил. Также мы разбираем ручку газа для того, чтобы поработать с грипсой. И еще мы поменяем вот эту серую штуку на вот эту черную, которая идет в комплекте. Это короткоходная штука, и мы будем использовать ее в этом году. Будет пошустрее, пободрее все это ускоряться. Что вам позволяет? Ехать на тяг и резко открыться, какой-то затяжной подъем. Резко отработать, не перехватывая ручку газа. И не заваливаясь вот так. Меняется быстро, просто отщелкивается и вщелкивается. В целом, если вы не готовы прям полноценно это испытать, вы все можете взять с собой ключ на 8 и поменять, когда вы поняли, что, ну, не ваше. Открытие полное, всего четверть оборота. И я всегда этого боялся, на самом деле. Это больше кроссовая, наверное, история. Но вот брал в горах у Олега мотоцикл покатать и не заметил разницы. А у него, оказывается, такая стоит. Сейчас снимаем переднее колесо, устанавливаем скраберы, такие же, как на заднем, защиту перьев и защиту тормозного диска. Устанавливаем защиту переднего диска от EMX. В комплекте идет другой винт, который уходит в колодец, чтобы его не отбить. И другая гайка с другой длиной резьбы и шляпочка поудобнее, чтобы не срывать. Оригинал слизывается очень часто. Ну и не забываем, тормоза собираем на фиксатор резьбы. Резонаторы мы снимаем в сток. По возможности ставим любой тюнинг, который нас устраивает по характеристикам. Во-первых, он прочнее по своей жесткости самого материала, геометрия помощнее. Ну и мотоцикл едет приятнее. Ну и всегда у вас будет запасной резонатор. Ну, оригинальный, более мягкий, но всегда есть с собой. Уже пятый год использую фильтры FWF. Ну, потому что они намного дольше служат. Намного дольше служат в рамках одной гонки. И до сих пор при этом все. Мне задают вопросы, чем же они отличаются. В общем, все, кто учились в школе, понимают, что площадь фильтрации на таком фильтре значительно больше. И разрежение на поверхности фильтра меньше. Понятно? Там человек за кадром просто спрашивал. Вот, соответственно, если этот фильтр набирает на себя очень быстро пролетающую мимо пыль, потому что разрежение большое, этот намного меньше. Соответственно, этот как только забился, он начинает просасывать вокруг, везде, где только может, ищет себе дырочку. Этот начинает работать с других граней своих пирамидок и вообще неубиваемая штука. Также лет пять уже использую фару-маяк. Многие считают фары не очень важным элементом, но когда вы окажетесь в горах и случайно застрянете на подольше, вы поймете, что вам фара очень нужна. Графика. Графика немаловажный фактор для нашего спорта, хотя не имеющий в целом никакой логического объяснения. Это красиво, да. Защищает ли это пластик? Да нет, наверное, не в этом суть. Номера – нужная штука, но на большинстве серьезных соревнований они присваиваются в организаторам или имеют разный фон в зависимости от класса, в котором вы участвуете. В общем, графика – это самовыражение, так же, как и экипировка, потому что мотоцикл у всех одинаковый, а с графикой он становится вашим. Следующий вопрос по графике. Меня тут недавно спрашивали, а можно ли наклеить графику на бушный пластик? Да, можно. Его надо подготовить, почистить, подшкурить где-то, подплавить феном острые совсем какие-то царапины, и да, можно клеить. Предварительно пластик, естественно, мы обезжириваем. Я обезжириваю спиртом, можно обезжиривать еще чем-то, но в зависимости от того, какой пластик, он может себя повести не очень хорошо, от каких-нибудь карп-клинеров, брейк-клинеров и еще агрессивных каких-то веществ. Самую трудоемкую операцию в наклеивании графики мы произвели, собственно, сама клейка. Следующая нас ждет такая история. Нам надо прогреть все наклейки феном, особенно периметры, чтобы клей лучше схватился. Ну и как лайфхак, если у вас наклейка вдруг как здесь, к примеру, начала свисать, обязательно ее подрезаем. Везде, где наклейки свисают и образовывают острый край, обязательно их срезайте, потому что будут проблемы, у вас оттуда начнет попадать вода при мойках или при падениях, скоблиться обо что-то и наклейки будут отлетать. Ну и что, одним из последних элементов мы будем ставить подножки. Ну, вы сейчас еще что-то интересное увидите. Подножки типа класс или панка с большим отверстием для грязи. Это очень удобно, грязь просыпается, всегда есть контакт. Оси были изношены старые, ставим новые. И ставим не пальцы, как в оригинале, а именно болты. Это позволяет подставке не выталкивать ось. И устанавливаем вот такую оригинальную защиту рамы. И в ближайшее время мне приедет точно-точно такая же уфошная, красная. И в чем ее фишка? Она выше. То есть она защищает большую часть рамы от истирания. Мотобот вот здесь трется, стирает красочку. Это некрасиво. А в оригинале здесь стоит палец вниз шплинтом. И подножка, подставка, открываясь, выталкивает его, выламывает через время шплинт. Установив вот так вот, такой проблемы не будет и все будет хорошо. Оригинальные ручки возим мы с собой в запасе. Ну, многие возят. Или кайт будет возить с собой в запасе, неважно. Берем шарик, там уже есть отверстие, но оно не до конца досверлено. И сверлим отверстие. Просверлили отверстие. Для чего мы это делаем? Теперь проще рычаг закрепить с двух сторон два отверстия. А мы куда будем крепить? Мы будем крепить на вот эти чумейшие защиты от EMX Touch. Тут много отверстий, и мы вполне можем с каждой стороны. То есть рычаг правый закрепляем с правой решетки, левый на левой решетке. Все это держится надежно, ты их не теряешь, они всегда под рукой. И два отверстия решат. В самом начале видео я говорил, что я не буду снимать кронштейн от экологии. А для чего? А для того, что я к нему спокойно креплю лапку переключения передач. В удобном месте лапка эта может сломаться, эту отсюда вы можете перекрутить. Ничему не мешается, ни обо что не трется. Пролезает через весь мотор, здесь закреплена, можно на три стяжки, можно еще на что-то. Сейчас у меня вообще появилась мысль, может быть здесь какой-то пенал сварить и закрепить на это же место. Но это пока мысли. Все счастливые обладатели TPI знают, где разъем диагностический и знают, что это такое. Ну, напомним для тех, кто не знает. Это фишка для прокачки масляного насоса, слушания, как он работает. И если у вас новый мотик, вы еще можете произвести замеры, сколько у вас качает масляный насос и иногда сравнивать. Но я рекомендую все-таки раз в 80 часов менять насос. После долгой стоянки прокачивать, понимая, работает ли у вас насос или с ним что-то произошло. Как он работает? Втыкаем разъем, открываем газ на полную на 10 секунд, отпускаем газ и он прокачивается. Раз, два, три. Насос прокачивается в разных режимах. Мы слышим, он работает быстро, потом будет работать медленно. То есть он полностью прокачивает систему, если вы завоздушили ее в случае ремонта. Или просто вам надо, захотелось прокачать или что-то понять, работает ли насос. Сидения, шкурки сидения мы уже больше, чем пять лет используем в Viper MX. Именно вот такие. Вам позволяет экономить силы значительно. Вот на том мотоцикле сидение 100 часов. Есть одно отверстие от того, что я керхером его порезал. Все, служит идеально. Вы не тратите силы, чтобы держаться за мотоцикл. Вы просто сидите, что в подъеме, что на динамике. Так что очень рекомендую. Классный, тоже российский бренд. Петли Enduro Element. Первые годы, когда они производили, они распушались. Еще были какие-то проблемы. Ребята давно отработали эти проблемы и их нет. Петли на этом мотоцикле перед, зад. Защита, которую мы будем прикручивать, вы ее еще увидите. И скраберы на колеса. Вот предоставил Enduro Element. В целом, продукция очень доволен. С защитами мы с их ездим давно. Со стрепами давно. Но попробуем скраберы. Сейчас мы будем менять оригинальную крышку, которая, ну, в целом, бывает пробивается, на цельно фрезерованную крышку из правильного крепкого алюминия, который, во-первых, поддается ремонту, во-вторых, вмещает больше масла. Ну, чуть-чуть, там, 50-30 грамм, но это для общего объема, 800 грамм, значительная цифра. Но она прочнее, красивее и вообще цельно фрезерованная, смотрите, с рисунком. Ну, это просто кайф. Старая крышка идет в запас, чтобы на гонке нуждающимся или отдать, или продать. Ну, или можно в ней что-то варить, пить чай. Такую красоту закрыть обычной пробкой не хотелось бы, потому, поэтому от Кайт взяли еще вот пробочки такие, тоже алюминиевые, цельно-цельно-цельно фрезерованные. Здесь будет такая красивая пробочка. По защите написано подробно инструкция, как ее ставить в первый раз, потому что она имеет форму, которая еще не привыкла к вашему мотоциклу. Там надо некоторые хитрости использовать, я вам сейчас все покажу. Кроме того, что в интернете все есть, ну и здесь вот четкое описание, как что сделать. Я вам сейчас покажу это наглядно. Ну, понятно, выкручиваем оригинальные болты из рамы. В это место ставится и оригинальная защита, и, соответственно, защита тендорового элемента. У вас защита, когда вы покупаете, собрана вот с такой стяжкой. Стяжку мы полностью не снимаем. Я единственное, ее вот так вот вытаскиваю, потому что мне так удобнее. Она нам нужна, чтобы сделать предварительный преднатяг этой защиты. Вот так она откручена. Мы ее заряжаем на раму. Мы заряжаем на раму. Попадаем передними частями. При первой установке защиты стяжку вот эту не снимаем. Первым делом наживляем болты в оригинальных местах, берем эту стяжку и затягиваем, чтобы максимально плотно подошла защита. Потом берем центральный болт, начинаем его наживлять, его наживляем, затягиваем и потом откусываем стяжку и затягиваем все остальные. Это нужно для того, чтобы вот этот язык правильно по форме вашего мотоцикла разогнулся. Обратите внимание, шайбы розетки, это еще я когда-то посоветовал, но ребята из эндуроэлемент начали ставить стопорные кольца, чтобы откручивая шайба розетка не терялась. Ну и закручиваем передние два болта. Чем отличается эта защита от предыдущих годов? Вот здесь больше прорезов, они более правильные. Кромка заплавлена, менее острая. И нарезана вентиляция. Ну не знаю, насколько она вентиляция, но мыть мотоцикл и вымывать оттуда грязь будет точно легче. 152,5, следовательно 7,3 кг мы довесили. 7,3 правильно я посчитал? Я в школе учился, но давно. А сейчас цифры на экране выскочат. Много это или мало решать вам, но в случае повреждения при неналичии той или иной защиты, в случае повреждения тормоза, картера, сцепления, вы останетесь надолго в горах. 114,5 кг весит мотоцикл с пустым баком. Наверное, добавить 10 литров и это будет как раз в норме, потому что, если не ошибаюсь, пустой мотик должен весить оригинальный 110 или 111 кг. В общем, мод готов. Видео вы увидите. У нас охрененные планы на этот сезон. Сезон 2023. В ближайшее время раскатка в Геленджике, гонка в Минске. Снова Геленджик уже 100% эндуро. Не знаю, когда вы увидите видео, но это будет именно так. Сам сезон, ну, хочется проехать приятно, хочется получить удовольствие, посетить много интересных гонок и желательно тех, на которых еще не бывал, в интересных локациях. Спортивные амбиции, да, они всегда есть, но больше, больше для меня важно получать удовольствие. Ну, то ли старее, то ли умнее.